Музыка Кажется, я знаю главных врагов чистоты в Магнитогорске. Это слова. Я здесь не мусорил и это не наша территория. Мы начинаем очередную итоговую информационно-аналитическую программу телекомпании ТВН Время местное событие недели вот отсюда, из не самого благоустроенного уголка нашего города. Здравствуйте, я Игорь Гурьянов. Так вот, о том, кто мусорил, а кто нет на той или иной территории. Журналисты телекомпании ТВН здесь не мусорили и формально это не наша территория. Тогда зачем мы здесь? Просто каждый день, делая репортажи о наведении чистоты на улицах и во дворах Магнитогорска, мы каждый день смотрим в окно редакции и видим, как потенциально красивейший уголок нашего города силами маргинала всех мастей приходит в запустение и уныние. Мы не хотим больше с этим мириться. И вот скажите после этого, что мысль нематериальна, стоило нам только задуматься о призыве к жителям окрестных домов, работникам управляющей компании, чтобы навести порядок в этом уголке совместными усилиями, как тут же организовался, пусть небольшой, первый, но десант из местных жителей. Говорят, здесь были замечены не так давно и сотрудники управляющей компании. Конечно, работы здесь не в проворот и одним днем, и одними граблями не обойтись. Нужны специально обученные люди, нужна специальная техника. Но, как говорят в народе, лиха, беда, начало. И еще в народе говорят, за окном, за забором родина, а не помойка. Ну что, почистим родину вместе? Цели определены, задачи поставлены. За работу, товарищи! Продолжим в более привычных форматах. Как началась неделя днем рождения Владимира Ульянова, так и заканчивается массовыми субботниками. Наверное, это и называется генетическая память о Советском Союзе. Это обзор главных событий уходящей недели. Здравствуйте еще раз, я Игорь Гурьянов. Смотрите далее в нашей программе. Приведив в порядок свою планету, на ММК уже подводят промежуточные итоги весенней уборки. Не поджигайте траву, себе дороже. Магнитогорские огнеборцы уже выезжали на тушение степных пожаров 160 раз. Встреча в деловом ключе. Магнитогорск с рабочим визитом посетил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Текслер. Труд под охраной. Гость событий недели, профсоюзный лидер ММК Борис Семенов. И сейчас о главном. Весна – это не только время пробуждения природы, но и пора наведения чистоты и порядка. Одним из первых за благоустройство территории взялся Магнитогорский металлургический комбинат. На массовые субботники здесь вышли более 8,5 тысяч человек. Стал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Как вы помните, главный герой знаменитой повести «Маленький принц» был уверен о том, кто ты, говорят не только твои достижения, но и место, где ты живешь. Такого же твердого правила придерживается и руководство Магнитогорского комбината. Субботники на его территории начинаются сразу, как только сошел последний снег. Убираться начали с начала смены, с 8 утра. Мусора было немного, много листвы прошлогодней. Так, в принципе, территория ухоженная. Всегда стараемся следить за территорией. Приятно идти, когда нет мусора, когда чисто, когда ухоженно, убрано, когда травка зеленая. Для себя стараемся. Наводить порядок начала еще ночная смена, а утренняя продолжила. По территории комбинат практически второй город. Площади огромные, поэтому свою лепту в субботник вносят все цеха предприятия. В течение месячника будет прибрано порядка 360 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров. С них будет убран смет, противоскользящий материал, который зимой применялся. Приведем в порядок полтора миллиона квадратных метров газона. То есть газоны очищаются у нас традиционно от листвы, от старой травы, также от смета, который попадает туда. Оставив ненадолго печи и станы и взяв в руки метлые лопаты, металлурги и здесь работают по-стахановски. Всего за пару недель участниками субботника было собрано и вывезено более трех с половиной тысяч тонн мусора. Отзваниваются, просят принять территорию, некоторые по нескольку раз выходят, то есть два-три раза отправляем туда технику, загружаем мешки, весь мусор, дополнительно мешки раздавали. То есть люди выходят, чистят, прекрасно понимают, что территорию надо убрать. Ну и вы сами видите, территория преображается. Кстати, только уборочными работами здесь не ограничиваются. Чтобы производственная территория по-настоящему радовала глаз, билят бордюры, наносят разметку на дороге, а немного позже высаживают и цветы. Уже в середине мая газоны комбината украсят три тысячи квадратных метров цветников. Татьяна Артеменко, Влад Набиев, телекомпания ТВИН. Новые трудовые рекорды в эти дни ставят рабочие металлургического гиганта. Как мы уже сказали, на предприятии череда субботников, тружникам комбината предстоит очистить от мусора территорию почти в 2 миллиона квадратных метров. Ежедневно на субботники выходят три сотни рабочих и тяжелая техника. Каждый день с территории ММК вывозится до 100 тонн мусора. Разделение на начальников и подчиненных забыто. И даже то, что окончена трудовая смена, не повод отлынивать от работы на благо чистоты. Олег Анатольевич трудится на комбинате уже 35 лет. И не было такой весны, чтобы он не участвовал в наведении порядка. Ну, не всегда везло с погодой, как сегодня. Сегодня хорошая погода. Ну и уже привыкли, то есть уже традиции, уже знаем, что в апрель месяц обязательно пойдем работать. Для наведения чистоты на территории комбината выделен весь апрель. Коллективными силами друженикам предстоит очистить от мусора и пыли территорию в почти 2 миллиона квадратных метров. Это газоны, автомобильные и пешеходные дороги. Ну, ежедневно у нас выходит до 300 человек. Задействовано до 30 единиц техники. В планах убрать всю территорию ММК. Какому виду труда отдать предпочтение, подметать дорожки или собирать мелкий мусор с газонов, каждый решает сам. Инспектор по кадрам Алифтина Николаевна уже не первый год каждый апрель переквалифицируется в маляра. Нет, у нас выходят все. У нас такого нету, что кто-то там отлынивает. Как от основной работы, так и от такой работы. Не знаю, нам будет удовольствие. На свежем воздухе маленько побудем. Чтобы чистота наступила как можно быстрее, в уборке большой территории планируется задействовать 8,5 тысяч работников. На субботники они выходят в свободное от производственных обязанностей время. Ежедневно с предприятия вывозится до 100 тонн мусора. Убираем после зимы мусор бытовой, технологические отходы, пыль. Наводим условия труда нормальные и поддерживаем их в течение года постоянно. Пока чистота и порядок царят на половине территории комбината. Нежданный снегопад внес крепкие в их планы. В ближайшие дни работникам предстоит ударно потрудиться. Череда массовых субботников на ММК, как и по всей стране, должна завершиться уже через неделю. Елена Тимофеева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Накануне наводили порядок и на территории Магнитогорской детской больницы. Чтобы не отвлекать медицинский персонал от главной задачи помощи маленьким пациентам, для уборки в больничном сквере высадился десант добровольцев, активистов Совета ветеранов Магнитогорского металлургического комбината. Магнитогорская детская больница – очень большое медицинское учреждение. В его видении несколько отдельных зданий, расположенных в разных частях города. Справиться с весенней уборкой такой огромной территории самостоятельно медикам сложно. Их маленькие пациенты требуют постоянного внимания. Поэтому руководство детской больницы очень благодарно Совету ветеранов ММК, приславшему десант замечательных помощников. Как известно, люди старшего поколения – самые старательные и основательные работники. Лучших помощников, наверное, в таком деле и не найти. Мы представляем кислородный конвертер Минцерн ММК. Пришли помочь. Чистый город, красивый город. Пришли убираться. Наши дети, наши внуки здесь. Организовал нас Совет ветеранов комбината. Попросили помочь. Вот мы все дружненько и пришли на помощь. Весенний-летний период в Магнитогорской детской больнице в отношении благоустройства территории, ремонтов обещает быть очень горячим. В планах руководства целый перечень мероприятий, включая одно из главных – организацию полноценной автомобильной парковки для посетителей. Парковка на сегодняшний день сделана, пока отсыпана из скалы. Сделана парковка конец апреля, начало мая. Будет асфальтирование. Уже будет существовать полноценная парковка, и мы сможем весь поток посетителей, которые приезжают на автомобилях, переместить на улицу Гагарина. Ну и в планах у нас благоустройство территории, очистка, ремонт фасадов, ремонт территории, также бордюров, забора, ограждения, КПП. Магнитогорская детская больница четко держит курс на модернизацию, и это здорово, ведь здесь лечатся самые маленькие граждане. Так что весенний субботник – это еще только начало. Юлия Никифорова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. Санитарная уборка городских территорий должна быть завершена качественно и в срок. Такую задачу поставил заместитель главы города Юлий Элбакидзе на специально созванном совещании с главами районов, руководителями муниципальных предприятий и профильных управлений городской администрации. Несмотря на уже видимые и ощутимые результаты усилий городской власти по уборке города, нерешенных вопросов еще хватает, отметил заместитель главы. Особенно проблема актуальна в тех местах, где сложно определить и разграничить зоны ответственности. Например, в гаражных кооперативах и вокруг них. В левобережной промзоне, где между предприятиями сотни метров нейтральной полосы. Ликвидировать эти серые пятна поручено, причем максимально быстро, главам районов. А все участники совещания, заметил Юлий Элбакидзе, должны исключить из словарного запаса такие фразы, как «ничья земля» и «бесхозная территория». Таковых в городе не должно быть в принципе, особенно когда речь идет о весенней санитарной уборке. Отдельной строкой участники совещания остановились на соблюдении графика уборки, обеспечении участников массовых субботников инвентарем и своевременном вывозе собранного мусора, чтобы тот не разлетался, а уборщикам не пришлось делать двойную работу. Напомним, День чистоты в Магнитогорске назначен на эту пятницу, 26 апреля. Игорь Гурьянов, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Пристальное внимание на совещание было уделено такому сложному вопросу, как санитарная уборка кладбищ. Для сотрудников и руководства муниципального предприятия КПРУ всегда актуальный вопрос. Весной перед Днем Победы и Радоницей он приобретает особую остроту. В этом году перечень мероприятий по санитарной уборке кладбищ будет значительно расширен. Также будут скорректированы графики некоторых традиционных действий. В частности, в протоколе уже упомянутого совещания обозначена дата завершения противоклещевой обработки кладбищенских территорий – 5 мая до Радоницы. Сделано это с единственной целью – максимально обезопасить горожан, которых на городских погостах в Родительскую появятся десятки тысяч. В чуть более отдаленной перспективе – облагораживание зеленых насаждений. У нас будет проведена обрезка деревьев. У нас масштабы на ней только сухостойки. Большое количество населения массово пойдут на кладбище и будут убираться и готовиться к данному празднику. То есть, тем самым нам придется снова выходить и убираться уже в ночное время. То есть, больший круизом спецтехника у нас выйдет в ночное время и будем убираться ночью. Традиционные ночные уборки КПРУ вызваны не овралом, как думают некоторые, а сугубым прагматизмом. В преддверии Радоницы горожане едут убрать захоронение близких, многие наличных авто, загораживая и без того узкие проезды. Количество камазовских ходок в ночь кладбищенской чистоты измеряется сотнями. Тоннаж мусора переваливает за тысячу тонн. На этот год, заметила Ольга Сергеевна, у КПРУ грандиозные планы по благоустройству. Всех карт она нам не раскрыла, сохранив интригу, но предостерегла горожан от того, что ни в коем случае нельзя делать на кладбище во время уборки. Ни в коем случае нельзя поджигать траву. После уборки посредством на территории своих захоронений мусор выносится на центральные дороги и складируется либо в контейнера. Но ни в коем случае не поджигается. Мы не жгем траву, мы не создаем пожары, потому что это очень опасно. На сегодняшний день у нас законодательно предусмотрены штрафы и большие штрафы. Несмотря на серьезное наказание в случае нарушения, сотрудники КПРУ все же взывают больше не к страху, а к совести горожан. Впереди два светлых и печальных праздника – Радоница и День Победы. Со слезами на глазах. И эти слезы должны быть от грусти, а нет лицезрения выжженного по ГОСТу. Игорь Гурьянов, Владислав Гусев, телекомпания ТВИ. И еще о пожарах. На Южном Урале введен особый противопожарный режим. В этом году сезон начался раньше, чем в прошлом. Магнитогорцы сжигают траву и мусор, несмотря на запреты. В сочетании с сухой погодой это представляет большую опасность для жилых районов города. С начала апреля пожарные выезжали на тушение травы и мусора 160 раз. Чаще всего в сводках фигурируют поля орошения. Огнеборцы там были уже трижды. В последний раз площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Эта выжженная территория находится не так далеко от левобережного кладбища. Пожарным удалось остановить распространение огня. В ином случае последствия могли быть гораздо серьезнее. Об этом еще раз решили напомнить жителям частного сектора. Там возгорания происходят не реже, чем в полях. В пожарной охране проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение рисков загораний в данный период. В данном случае мы проводим рейды, проводим обучение населения правилам пожарной безопасности, во время которых разъясняем населению о том, что на территории Челябинской области введен особый противопожарный режим, о том, что введен запрет на сжигание мусора и сухой растительности. При этом почти возле каждого дома следы костровища. Так местные жители избавляются от мусора и сухой травы. Владимир Смагин уверяет, был аккуратен и следил за процессом. Чтобы распространения костра никакого не было, я сжег его, но осталось немножечко. Также вы должны иметь на руках средства, первичные средства пожарных тушений для тушения. Я выносил ведро, воды, вилы ставил, все, загребал, все, чтобы не разлеталось. Пожарные настояли, костровища необходимо еще раз залить водой. И впредь не сжигать траву, игнорируют запрет или не знают о его существовании и остальных жителей поселка Поля Орошения. Компания мужчин отдыхает недалеко от тлеющего мусора, а несколько лет назад на этом месте сгорели постройки. Вот тут соседка мусор подожгла с этой стороны, и тут сарай стояли. Все, приезжаем уже, сарая нет. Но даже такие события не могут изменить устоявшийся уклад жизни в поселке. Сжигание – практически единственный способ утилизации сухой травы и мусора, по мнению большинства. Сами вывозим, куда можно, в ямы, вон как человек сжигает, вынесет то, что соберет. Мусорка, она не берет ничего свое. В борьбе с мусором жители забывают, что могут проиграть, ведь огонь безжалостен. Ксения Перчаткина, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИ. Официальные хроники нашего обзора. Магнитогорск с рабочим визитом посетил временно исполняющий обязанности губернатора Челебенской области Алексей Текслер. Программа поездки была рассчитана на весь день и включала в себя знакомство с Магнитогорским металлургическим комбинатом и объезд ключевых городских объектов. В Центральной лаборатории контроля председателем Совета директоров ММК Виктором Рашниковым и генеральным директором Павлом Шиляевым главе региона был представлен проект «Промышленный туризм». А для посещения цехов приготовлена особая спецовка. Алексей Текслер оценил тот факт, что отныне промышленная площадка открыта для посещения всем желающим. Знакомство Алексея Текслера с металлургическим гигантом началось с завода управления. Для в Рио губернатора была приготовлена именная рабочая куртка. Подобные спецовки имеют только первые лица города и комбината. Высокому гостю предложили примерить на себя не только рабочую одежду, но и роль промышленного туриста. Мы с октября месяца открыли промышленный туризм. Любой желающий может на сайте зайти, купить билет. Группа собирается. Вот, собственно говоря, это входная группа, через которую все подогнаем. В стеклянных чашах возле гардеробной ЦЛК все, что производит подразделение и цеха комбината. От железной руды до готового проката. Представитель совета директоров Виктор Рашников и генеральный директор Павел Шуляев отмечают, некоторые виды продукции в России выпускает только магнитогорский комбинат. Подержав в руке образцы толстых металлических листов, Алексей Текслер переезжает в цех, где их производит. Стан 5000 выпускает горячекатанный лист для суда и моста строительной отрасли и трубной промышленности. Стан 5000 был пущен в эксплуатацию летом 2009 года. Сегодня его производительность полтора миллиона тонн проката в год. Это самый высокий показатель в Европе. Стан, на котором создается прокат с высокой категорией прочности, поражает вреву губернатора своей величиной. Его размеры сопоставимы с площадью сразу 20 футбольных полей. Поэтому Алексея Текслера интересует, сколько человек обслуживает объект и насколько автоматизировано сложное производство. «Автоматизация. Человек не только наблюдает. Это не пассивное наблюдение, это контроль параметров. Что, как. А так он осуществляет разворот. То есть это, да, мощная операция». Движущиеся по стану раскаленные заготовки завораживают Алексея Текслера. Вопросов он задает немного, ведь председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и начальник толстолистового производства Владимир Ванщиков, выступающий в роли экскурсоводов, рассказывает о производстве во всех его нюансах. «В 19 раз всего она проходит через плеть. Мы явно увидим увеличение длины. В итоге получится из 250 миллиметров, из 25 сантиметров, 17,8 лошадей. Плеть состоит из четырех полков, то есть два больших опорных полка и два рабочих». Находиться на стане 5000 дольше времени, отведенного регламентом Алексей Текслер, не мог. В списке для посещения в Рио губернатора значились еще три крупных производственных объекта ММК. Еще одна производственная локация, которую посетил Алексей Текслер вместе с председателем совета директоров ПАО ММК Виктором Рашниковым – пятая аглофабрика. Для Магнитогорского металлургического комбината и города в целом это знаковый объект. Производственные мощности фабрики позволят обеспечить домины цеха ММК высококачественным агломератом и снизить себестоимость чугуна. При организации производства на новой аглофабрике использованы лучшие доступные энергосберегающие и экологически безопасные технологии. Один из главных вопросов, интересовавших Алексея Текслера в связи с посещением пятой аглофабрики, касался совмещения высокой экономической эффективности производственного объекта с его воздействием на окружающую среду. Ведь на первый взгляд было бы логично предположить, что новая аглофабрика, производя больше агломерата, чем старая, и выбросов будет совершать больше. Однако современные технологии позволяют даже при увеличении производительности в разы снижать нагрузку на экологию. Так, новая аглофабрика ММК будет оснащена 19-ю природоохранными объектами, в частности электрофильтрами, системами аспирации и рециркуляции аглогазов, установкой обезвоживания гипса, системой сбора и отвода ливневых стоков. Благодаря этим системам и объектам выбросы пыли в атмосферу сократятся на 2,1 тысячу тонн в год, диоксида серы на 3,5 тысяч тонн в год. Кроме того, на 600 тонн в год уменьшатся сбросы взвешенных веществ в оборудованную систему водоснабжения и почти на четверть выбросы бензопирена. В апреле текущего года на строящейся аглофабрике номер 5 состоялся рабочий запуск агломерационной машины номер 1, которая выдала первый агломерат для доминого цеха. В настоящее время продолжается монтаж основного технологического оборудования на агломашине номер 2. Ее запуск намечен на июль нынешнего года. Спуском новой аглофабрики будет выведена из эксплуатации и законсервирована морально и физически устаревшая аглофабрика номер 4. У комбината перспектива есть. Мы понимаем, что это лидер металлургии отечественной, мировой. Те проекты, которые реализуются, они комплексные, они направлены не только на повышение эффективности, но и на снижение вредных выбросов. Большинство проектов, которые предполагаются с точки зрения развития комбината, основаны на принципе закрытия старых производств и возникновения новых высокоэффективных экологичных производств. На расширенном заседании участники рабочей экскурсии обсудили, насколько эффективно в области и в Магнитобурске выполняются указы президента России Владимира Путина, направленные на улучшение экологии в городах с крупными, главным образом, металлургическими производствами. Есть серьезное желание и руководству комбината, и области, и самое главное, запрос от жителей улучшить, существенно улучшить экологическую обстановку в городе. И мне кажется, мы пришли к пониманию того, что те мероприятия, которые есть, они с одной стороны действительно нужны, часть этих мероприятий можно сделать чуть раньше, для того, чтобы улучшение ситуации произошло чуть быстрее. И по коксовой батарее, если изначально у нас стоял запуск в 2022 году, то вот сегодня мы с Алексеем Леонидовичем как бы на ту тему еще раз поговорили. И сегодня буквально будут сейчас направлены все наши усилия. Я думаю, что это мы сможем, чтобы запустить в первую очередь уже не в 2022 году, а в 2021 году. Это позволит нам резко улучшить главные выбросы, которые к первой категории относятся, это бензопирен. Виктор Филиппович Рашников добавил, что в последние 20 лет стратегия Магнитогорского металлургического комбината направлена не только на ввод в эксплуатацию новых экономически выгодных и более рентабельных промышленных объектов и разработку новых видов продукции, а также на улучшение экологической обстановки в Магнитогорске. Мне кажется, мы сможем все вместе сделать экологию Магнитогорска лучше, при этом качество жизни в городе улучшится. Помимо объектов, которые мы обсуждали, я имею в виду промышленных объектов, мы говорили о парке притяжения. Это отличный проект городской среды, который позволяет одновременно решить вопросы и качественного проживания граждан, и развития социальной инфраструктуры. То, что такие проекты возникают на территории, благодаря в том числе личному участию руководства комбината, говорит о заинтересованности жить и работать в этом городе. В 2024 году, в 2025 году мы должны жить уже в городе, где предельно допустимые концентрации должны соответствовать всем нормативам, то есть жить должны в чистом городе. И по этой программе мы сегодня идем. В этот день временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер также провел двустороннее совещание с главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым. Многие жители области уже обратили внимание, что каждая такая встреча с главами муниципалитетов заканчивается вручением особой синей папки. В ней пожелания и вопросы жителей территории. В данном случае их набралось более 500. Материал передаю вам. Ну, соответственно, мне нужна будет обратная связь по всем вопросам. Галина Смирнова, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. В ходе визита на металлургический комбинат Алексей Текслер увидел реконструированную доменную печь, которая 87 лет назад выдала первый чугун магнитке. А также исполняющим обязанности главы региона рассказали и показали, из какого металла делают автомобили. Это та самая первая домна, которая 1 февраля 1932 года дала чугун на магнитогорском металлургическом комбинате. С этого времени начинается история промышленного гиганта. Ну, а это место сейчас является объектом культурного наследия. Только теперь здесь мало что напоминает о прежней домне. В прошлом году агрегат реконструировали. Провели полную замену всех элементов старой печи. Новая оснащена медными горизонтальными холодильниками. Делали плоским литейный двор. Закрыли желоба для выпуска чугуна. Работать стало комфортнее и безопаснее. Намного легче стало. Потому что там больше ручного труда было. А здесь сейчас, видите, все закрыто, все автоматизировано. Поэтому сейчас намного легче работать после реконструкции. Алексей Текслер убедился в этом лично. Напротив реконструированной первой домной располагается вторая. Ей еще только предстоит преобразование. Производительность же обновленной печи увеличилась с 3500 до 4200 тонн чугуна в сутки. А после установки систем аспирации сократился и объем вредных выбросов. Мы поставили закрытый желоба с аспирацией. И поставили очень мощную аспирационную систему. Производительность 800 метров кубических в час. В данный момент это одна из самых мощнейших аспирационных установок. Она позволяет полностью улавливать всю пыль с литейного двора. Решение экологических задач – приоритетное направление для Магнитогорского металлургического комбината. На предприятии идет поэтапное обновление производства. Подтверждение тому – современный комплекс холодной прокатки «Стан-2000». Комплекс холодной прокатки производим мы нагартованный, отожженный, оцинкованный металлопрокат. Основное направление – это автопроизводители, бытовая техника, то есть металл самого высокого качества. Председатель Совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников рассказал Алексею Текслеру об автоматизированном процессе производства и показал основные агрегаты «Стана». Насыщенной оказалась и вторая часть визита временно исполняющего обязанности губернатора, в ходе которой Алексей Текслер посетил ряд городских объектов. Логично, что объект самого пристального внимания региональной власти – разрушенный взрывом дом 164 на Карла Маркса, где сейчас полным ходом идут восстановительные работы. Здесь исполняющего обязанности ждали подрядчики и жители уцелевших квартир. После беглого осмотра площадки Алексей Текслер удалился в подъезд без сопровождения прессы. Потом вышел на прямой разговор с жильцами. Встреча с народом получилась не конфликтной, но проблемной. Вопрос сложнейший, требует разновекторных решений и разноуровневых подходов. Единственное, что категорически противопоказано – это пытаться решить все и сразу наскоком. Еще одной остановкой губернаторского кортежа, кстати, в Рио, настаивает на передвижении без полицейских сирен, стала в скором будущем строительная площадка современного детсада. А пока – влачащее жалкое существование здания, где размещался факультет психологии МАГУ. Иронии в ситуации добавляет тот факт, что до психологов здесь уже был детский сад, только заброшенный. Сегодня уже готовы планы и смета реконструкции здания, с которыми Алексея Текслера и познакомили руководителя города и управления образования. Игорь Гурьянов, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Глава города Магнитогорска Сергей Бердников лично контролирует ведение работ по благоустройству территории вокруг дома номер 164 по проспекту Карла Макса. На этой неделе он побывал там с рабочим визитом и пообщался с некоторыми из жителей подъезда номер 6 на тему переезда в другое жилье. Как только позволила погода, город приступил к строительным работам на территории, прилегающей к дому номер 164 по проспекту Карла Маркса. Городским руководством было принято решение полностью заменить здесь тепловые сети и систему водоснабжения. Очень важно, что в ходе строительных работ теплосети углубят в землю, так что труп во дворе, как это было раньше, уже не будет. Также запланировано привести в порядок фасады обоих домов, оформить их декоративной отделкой. По словам Сергея Бердникова, город решил все вопросы, связанные с реконструкцией и благоустройством территории вокруг дома номер 164. На повестке дня самое главное – проблемы жителей, желающих отсюда переехать. В ходе своего визита Сергей Николаевич посетил некоторых жильцов подъезда номер 6, больше всего пострадавшего от взрыва. Побывал у Галины Александровны, проживающей на седьмом этаже. Женщина приняла решение переехать в другую квартиру. Да везде трещин есть, весь потолок вон уже начался, на кухне вон там это двинули есть. И испуг такой страшный был. Однозначно жить не буду. Пока Галина Александровна не может найти жилье, равное по площади. Сергей Николаевич обещал помочь. Смотрите, вам вместо утраченной квартиры или ту, которую вы хотите сдать, положена такая же квартира. Квартира, не деньги, а квартира. Если вы не можете найти, обращайтесь, давайте мы будем подключаться, вам искать. Решением жилищных вопросов жителей пострадавшего дома глава города занимается лично. Всем, кто желает уехать, мы также помогаем подобрать квартиру. И взамен оставленной квартиры будет представляться другая. Я каждый день встречаюсь с людьми, каждый день веду прием. Два часа я все время принимаю жителей вот этого пострадавшего дома с тем, чтобы решить все вопросы, какие у них есть. Уже вот будем говорить именно индивидуальные вопросы каждой семьи, каждого человека. До конца этой недели строители планируют закончить работы по заглублению теплосетей, вывести остатки разобранного пандуса от здания магазина и полностью подготовить территорию вокруг дома номер 164 к началу благоустройства. Работы здесь ведут самые надежные, проверенные временем подрядной организации нашего города. Этот двор планируют сделать образцово-показательным. Причем проект благоустройства согласован с жителями ближайших домов. Где, как и что расположить, они решали сообща. Юлия Никифорова, Влад Набиев, телекомпания ТВИН. Безопасность должна стать нормой жизни. Под таким девизом прошла акция профсоюза группы компаний ПАО ММК. Накануне Всемирного дня охраны труда десятки тысяч буклетов напоминания о необходимости соблюдения правил техники безопасности получили все работники предприятия. Среди них и сотрудники общества с ограниченной ответственностью. Шлак-сервис. Одни заступают на работу, другие собираются домой. Независимо от графика, всех ждут на смену встречном собрании. Но прежде каждый получит небольшой презент. У нас день охраны труда 28 апреля. Поэтому буклеты. Прошлый комитет вам подготовил информацию о том, что безопасность должна быть не только на работе, но и дома. Поэтому ознакомьтесь. Ну и в подарок у нас небольшая такая ароматизатор для машины, чтобы вы всегда помнили, что вы нам нужны живыми. Техники безопасности в обществе Шлак-сервис уделяют большое внимание, как и во всех подразделениях металлургического комбината. Помимо важной информации о производственных показателях и планах на смену встречных собраниях проводят инструктаж, чтобы количество дней без травм только росло. Пока их 94. Последний рекорд в Шлак-сервисе – 1408 дней. Что касается техники безопасности, работаем в защитных средствах, пользуемся тормозными башмаками, уходя с эстакады, включаем рубильники. Инструктажи и информационные плакаты – это лишь часть работы, проводимой в рамках соблюдения техники безопасности. В Шлак-сервисе они не только говорят, но и применяют необходимые меры для улучшения условий труда работников. За последнее время разработан и выполнен ряд технических мероприятий. Такие серьезные мероприятия – это установка тепловизоров на кранах, на мостовых – серьезно облегчило работу машинистов в ограниченной такой видимости. Гораздо проще стало работать и риски значительно снизили при работе машинистов кранов. В приоритете у предприятия, где производят гранулированные шлакообразующие смеси, а также осуществляют переработку шлака ККЦ, СПЦ и доминого цеха, всегда были и остаются люди. И несмотря на то, что производство непростое, здесь стремятся сделать его максимально безопасным. Ксения Перчаткина, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИ. Третья декада апреля и самое начало мая – традиционное время, когда мы вспоминаем мощное слово «профсоюз». Впрочем, настоящему профсоюзному лидеру всегда есть что сказать рядовым членам организации. Гость событий недели – председатель первичной профсоюзной организации группы ПАО ММК Горнометаллургического профсоюза России Борис Михайлович Семенов. Здравствуйте. Здравствуйте. Борис Михайлович, ну давайте рассматривать информационные поводы для нашей встречи по мере поступления. 28 апреля – Всемирный день охраны труда. Мы все знаем, что это одно из стратегических направлений вашей работы. И без того всегда пристальное внимание к охране труда на ММК в последнее время стало в разы более пристальным. С чем это связано? Да, действительно, это так. И точно это не проходит без нашего участия. Потому что участие в организации безопасных условий труда, их постоянное усовершенствование и контроль за соблюдением норм и правил со стороны как работодателя, так и самих работников – это точно одна из наших основных функций. Тем более, что это и закреплено законодательно за профсоюзными организациями. Об этом говорят и цифры. Без малого из двух тысяч наших представителей в цехах, подразделениях, в обществах, группы предприятий, входящих в нашу профсоюзную организацию, порядка 800 человек, даже чуть больше, выполняет именно вот эту целевую функцию. Это уполномоченные по охране труда. То есть, по большому счету, чуть ли не половина нашей организации работает именно в этом направлении. Также отмечу, кстати, интересно, что это, по большому счету, наверное, единственная сфера взаимоотношений с работодателем, скажем так, бесконфликтная. Поскольку и работодатель, и профсоюзная организация видят здесь одни и те же задачи. Это чтобы человек пришел на рабочее место и выполнял свои функции в безопасных условиях, без риска для жизни и здоровья. Сегодня сфера охраны труда, недаром день называется всемирный, во всем мире претерпевает достаточно серьезные изменения. В декабре завершился первый цикл, так называемой, социальной оценки условий труда. Известны ли результаты этой оценки, каковы они? Да, известно, только поправлю, специальные оценки условий труда. Но если цифры, то они такие. 29 тысяч, ну я округляю, рабочих мест прошли эту спецоценку, на которых работает 51 тысяча работников группы компаний. Значит, из которых 14 тысяч женщины. Значит, мероприятие это проходили, процедура вообще спецоценки при участии наших представителей, или непосредственно в мероприятии, или в осуществлении контроля за спецоценкой. Ну, сказать, что какие-то были глобальные нарушения, я не скажу. То есть, ну, тем не менее, они все равно были. Они носили больше такой человеческий характер. Ну, это, я поясню, это есть такая спецоценка, такое одно из важнейших мероприятий. Это процедура замеры вредных факторов на рабочих местах. Так вот, были случаи, когда замеры осуществлялись не там, не в то время, не качественно. Соответственно, это могло привести, и приводило, и привело к определенным искажениям в последующем определении класса вредности, с соответствующим отменой и потерей работникам определенных льгот. А в тех случаях, когда обнаруживаются вот нарушения, о которых вы говорили, какие действия предпринимает профсоюз? Это, пожалуй, один из главных вопросов касательно вот этой сферы. Однозначно мы выступали с инициативой, и никаких препятствий мы здесь не видели, о проведении повторной спецоценки, что и проводилось. Далее качественная процедура замеров возобновлялась с более объективным результатом. А вот класс вредности, который дают вот те самые замеры, должен ли об этом знать сам работник? Вопрос тоже такой сложный, потому что, с одной стороны, многие знания, многие печали, а с другой, знаешь, значит, вооружен. Как на ваш взгляд? Ну, точно знать он должен, и точно эта информация, она человеку нужна, я бы сказал, необходима. То есть знать, в каких условиях ты трудишься, какие у тебя вредные факторы, соответственно, на что ты можешь по закону претендовать, это точная информация должна быть. Другой вопрос, что, к сожалению, мы столкнулись с такой, ну, наверное, не проблемой, а с такими обстоятельствами, что не все стали себя отягощать этой информацией, и серьезно отнеслись к ней. Мы это поняли по обилию вопросов, по обилию каких-то обид, претензий в нашу организацию, по нашим информационным каналам, когда работник не понимает, почему у него, допустим, там уменьшилось количество дополнительного отпуска, почему у него уменьшилась там материальная надбавка к заработной плате. То же самое с этим столкнулись практически во всех предприятиях горно-металлургического комплекса. По инициативе областной организации ГМПР, нашей областной организации, вообще было заказано даже целое социологическое исследование в Уральском социально-экономическом институте. Но результаты только подтвердили наши опасения. порядка только, наверное, сейчас по памяти говорю, 70% трудящихся, значит, работников, ну, условно, можем сказать так, более-менее знают о условиях труда на своем рабочем месте и о результатах той же спецоценки. А каждый третий не удосужился это выяснить. Соответственно, человек не знает, на что он может претендовать и вообще, как обустроен труд, какие у него есть вредные факторы. Точно нас это не устраивает, поэтому стараемся исправить эту ситуацию через, как я уже сказал, через свои информационные ресурсы. Острая, глобальная и, я бы назвал, стратегическая тема охрана труда достаточно серьезная, но, наверное, не менее серьезная, чем заработная оплата трудящихся. Профсоюз, я вот задам вопрос очень простецкий, что ли, профсоюз борется за повышение заработной платы и вы за повышение, или за ее адекватность, или за ее понятность и прозрачность. Как здесь строится ваша политика? Вопрос, конечно, один из самых сложных. Естественно, борется. По большому счету, я также вам по-простецки скажу, это не то, что одна из основных функций, это основная функция. Потому что мы сейчас живем в такое время, что человек заинтересован, самое главное, за свой достойный и качественный труд получать достойные деньги. Вопрос другой, что инструменты для этого достижения, они должны быть, естественно, в рамках закона. Поэтому мы считаем своей заслугой, что в свое время нам удалось включить в такой документ, отраслевое тарифное соглашение, понятие и обязательства работодателя, реальный уровень содержания заработной платы. Вот что стоит за такой немножко сложной формулировкой, ну, в принципе, ничего сложного. Работодатель обязуется не снижать, а повышать покупательскую способность заработной платы. Не всегда так было. Если говорить о последних годах, допустим, десятилетия, это вот кризисные времена после 2008 года, и до 2016 тенденция была наоборот, в обратную сторону. То есть уровень инфляции съедал все повышения, все индексации, которые работники получали. Вот только с 2016 года эту ситуацию удалось выправить. Другой вопрос, что работать, как я уже сказал, мы можем только опираясь на какие-то официальные цифры, официальные источники. А они иногда, ну, не то что, ну, наверное, неправильно сказать, мешают. Они не совсем конструктивны в нашем понимании. Ну, вот приведу пример. Официальный уровень инфляции за первый квартал текущего года на целое 0,8%. Мы все ходим в магазины, мы видим, как растут цены. Ну, немножко тяжело это в голове уложить. Поэтому я не скажу, что это помогает в переговорах с работодателем. Но, тем не менее, удается договариваться. Об этом, кстати, говорит и тот факт, что в группе компаний у нас самая высокая заработная плата в Уральском регионе среди горнометологического предприятия, входящих в горнометологический комплекс. Сразу скажу, что точно всегда стремимся повысить ее еще выше. Борис Михайлович, не так давно мы с вами встречались вот здесь, в этой студии, в том же самом формате гостя событий недели. Вы рассказывали о том, что внедряете в свою работу мобильное приложение «Мой профсоюз». И вы тогда говорили, что идете на определенный риск, не зная, какой будет обратный результат. Сегодня мы можем говорить о том, что оправдан ли риск, была ли организована и организована ли сейчас вот эта самая обратная связь, которая, собственно, стоит дорожить, на мой взгляд. – Да, ну, сразу скажу, что эксперимент удался. То есть это уже даже далеко не эксперимент, это уже самостоятельный информационный ресурс, который используем мы в своей работе, на который опираемся. Опять же-таки за все говорят цифры. 8,5 практически авторизованных пользователей сейчас у мобильного приложения за полтора года, с того времени, как мы его начали внедрять, значит, 16 тысяч комментариев получено, и мы ответили на более чем одну тысячу вопросов. Я, если честно, по большому счету не знаю такого ресурса в профсоюзной среде, да я думаю, не так много и в бизнес-сообществе таких ресурсов, когда работник, по сути, имеет в кармане инструмент задать напрямую вопрос руководителю, задать вопрос специалисту и получить квалифицированный ответ. Да, это не социальная сеть, не какая-то площадка для хайпа, это все-таки надо понимать, что это профессиональный, специализированный ресурс, направленный на какие-то деловые, целевые случаи. Но, тем не менее, он есть. Поэтому утром человек пришел, что-то его не устраивает, какой-то вопрос на рабочем месте, по дороге на работу, спокойно написал, естественно, в свободное от работы время, вопрос и уже к вечеру получает ответ. Отличная штука. Профсоюзный комитет проводит анализ поступающих обращений, скорее всего, да, и что показывает этот анализ, какие проблемы волнуют работников и какие проблемы они стараются решить с помощью вот этого мобильного приложения. Конечно, проводим. Вообще, эта штука имеет такое свойство, она не статична. Постоянно этот ресурс, даже не то, что охота развивать, он сам подталкивает себя к развитию. Постоянно охота что-то из него выжать, какие-то дополнительные ресурсы. Соответственно, вот после проведения таких анализов, мы смотрим, что людям больше надо, что больше работника интересует. Интересуют всевозможные темы. И культура, и спорт, и скидки. Но больше всего, конечно, вопросов подавляющее большинство, это касаемо трудовых отношений. То есть какие-то проблемы, какие-то обиды, какие-то непонимания, там, начисление заработной платы, отпусков, той же вредности, вопросов охраны труда. Поэтому здесь задействованы в большей мере наши юрисконсульты, юристы и технические инспектора. Что приятно, наверное, не удивило, а информацию мы получили, что за последние эти полтора года в такой геометрической прогрессии растет обращение именно вот этой темы вопросов. О чем это говорит? Я считаю, что это в первую очередь говорит о росте правовой грамотности людей. Что они теперь не молчат, что они теперь задают вопросы, они знают, где их задавать, кому их задавать. Ну и второе, приятно, что обращаются в свою профсоюзную организацию. Ну, я расцениваю это, что определенное такое доверие, что люди поверили, что знают, что есть ресурс защитить свои трудовые интересы. Борис Михайлович, вот пройдет совсем немного времени, и обиды, и недоверия, и недомолвки куда-то уйдут хотя бы на один день, когда мы все стройно встанем в колонны первомайского шествия. В нашем с вами детстве праздник назывался День международной солидарности трудящихся. Сейчас попроще День весны и труда, но и в том, и в другом случае ключевое слово – труд. Как профсоюзная организация подходит к 1 мая 2019? Я считаю, что не надо искать здесь какую-то идеологическую платформу ставить. Я вообще считаю, что вот какие праздники в стране празднуют, такие ценности культивируют в обществе. И хорошо, что у нас есть пусть и единственный, но государственный праздник, когда мы чествуем человека труда. Поэтому я считаю, не нужно этого забывать. Поэтому 1 мая я всех приглашаю встретить этот праздник вместе. Приходите с семьями, с детьми. Ждем вас 1 мая. Начало шествия у нас также по проспекту Ленина. Ничего не поменялось. В 10 часов. Ну, спасибо, Борис Михайлович. Увидимся на 1 мае. Спасибо. Это время местное событие недели. На 78-м году после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный металлург России почетный гражданин Магнитогорска Анатолий Ильич Стариков. Свои соболезнования по поводу утраты принесли председатель Совета директоров ПАО ММК Виктор Филиппович Рашников, генеральный директор ПАО ММК Павел Владимирович Шиляев, члены Совета директоров, члены правления и исполнительной дирекции ПАО ММК. Соболезнование говорится. Выражаем слова поддержки и сочувствия родным, близким и коллегам Анатолия Ильича Старикова, бывшего директора ООО ММК, в связи с его уходом из жизни. Глубоко сопереживаем и скорбим вместе с вами. Не стало замечательного, талантливого человека, который внес огромный личный вклад в развитие Магнитогорского металлургического комбината всей отечественной металлургии и города Магнитогорска. В своей карьере Анатолий Ильич прошел сложный и яркий путь от вальцовщика ЛПЦ-4 до директора комбината. Он возглавил металлургическую магнитку в 1991 году на стыке эпох и общественно-экономических укладов. Под его руководством комбинат ответил на серьезные вызовы времени с уральским достоинством и стальным магнитогорским характером. В период работы Анатолия Ильича на капитанском мостике-магнитке был введен в строй стан 2000 горячей прокатки. Запущены в работу машины непрерывные разливки стали, закрыты устаревшие мощности, в частности, 2-й и 3-й мартеновские цехи и 3-й блюминг. Жители нашего города и поныне благодарны ему за чуткость и заботу о благополучии земляков. Почетный гражданин города Магнитогорска, член Совета Федерации, президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, заслуженный металлург Российской Федерации, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена за заслуги перед Отечеством, лауреата двух премий Совета Министров СССР Анатолий Ильич до самого последнего дня был почитаем и уважаем в нашем городе. Пользовался непререкаемым авторитетом среди профессионалов металлургической отрасли, служил примером ответственного отношения к делу и ориентиром для подрастающих поколений магнитогорцев. Добрая память об Анатолии Ильиче и его светлый образ навсегда сохранятся в наших сердцах. Председатель Совета директоров ПАО ММК Виктор Филиппович Рашников, генеральный директор ПАО ММК Павел Владимирович Шеляев, члены Совета директоров, члены правления и исполнительной дирекции ПАО ММК. Пройдет совсем немного времени и над миром разнесется долгожданное «Христос воскресе». У фразы есть продолжение «Смертью смерть поправ». Увидимся там же. Время местное.